итак у нас сектор 11 команда с очень длинным названием да может расскажете откуда название у нас появилось такое какой из них можно поочередно ну sonic это английский бренд который производит оборудование для рыбалки для карповой ловли фидерной морской спиннинги то есть грубо говоря начиная от палок катушек и заканчивая палатками раскладушка подушками спальными мешками мы просто являемся официальными дилерами в молдове и так как мы получили от них разрешение участвовать под их ним брендом на соревнованиях и они спонсоризируют они вас спонсируют в какой-то мире продвижение бренда всегда благоприятно влияет на будущий сезон который скоро начнется а кошер тим это кошер байт кошер флаги на не кошер тим сначала появился кошер тим а потом появился кошер байт потому что кошер байт это уже бренд который производит корма и насадки и все что относится к карповой рыбалке сначала был кошер тим потому что у нас не было производством просто не хотели называться как-то стандартно да и мы решили что мы кошерная команда потому что у нас были одни евреи причем это было по большому счету это было бы изначально это было просто хох на рыбалке да это был прикол на одной рыбалке потом мы назвались кошер тим потом какой-то шаббат после очередной очередных соревнований меня жена спросила бойлы кошерные я задался вопросом говорю блин не знаю нужно проверить и позвонил колик коля бойлы кошерные он горит не то зачем я бы слушая если мы сделаем такой бренд вот будет называться кошер байт просто ради в мире кошерные бойлы да и мы этим два года плотную занимались разработкой рецептурой в основном работаем с англии потому что они скажем так пионеры в этом деле сели на этом не одну собаку у них все готово просто бери и делай так у нас появилась и длинное название команды и команда и все поедет с легкой подачи жены то есть она посмеялась но потом это стало и не очень весело потому что это нужно как-то оправдывать эти инвестиции нужно ездить на соревнования постоянно на рыбалках это съемки фото там и мы мало бываем дома и производства и магазин ну а теперь вроде они как бы успокоились не выгоняют больше на коврике у двери не спит все в порядке на самом деле занимает очень много времени фактически все свободное время казалось бы кроме основных работ которые у нас есть приходится заниматься это обе которое переросло что-то больше бизнес да и это это интересно это то чем хочется заниматься потому что не столько прикольно самому на это ловить и получать отчеты от рыбаков постоянных клиентов фил тестеров мы успели за это время сделать и большой клуб и профсоюз руболовов молдовы у нас есть и молдова энглерс синдикейт по синдикатор баллов и успели озеро прикупить в этом году ну клуба должно быть озеро чтобы там всякие на траллах не ходили не скажем не тянули сети во время соревнований а чё можно вы тоже можете скинуться купить озеро темерок купить да было бы в молдове тут давно бы его откупили поделили как раз наоборот если вы знаете здесь как раз наоборот произошла как-то даже назвать когда противоположность приватизации национализации потому что до я не помню какого года мир это кеда был поделен я пришел я пришел ну а поляне это подожди с аллилуйями подожди с вашими аллилуйями кстати судьи по моему еще пока здесь бейдерцы но она ладно камни возле берем как там делал владимир николаев не бери дурной пример а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 нанятых сотрудников то есть мы да мы днем грубо говоря занимаемся продажами ночью мы катаем и директор и бухгалтер да и жрец и на дуде и грез да будем надеяться что будем развиваться в этом сезоне будет лучше чем следующем по крайней мере мы единственной в стране которую производим это развиваем именно собственный рыболовный бренд то есть не просто там взяли кого-то мало того что хочу отметить мы стараемся использовать только фирменные ингредиенты мы напрямую работаем с компанией хайтс байтс и в отличие скажем даже вот таких именитых производителей как динамит бейтс грубо говоря у которых есть лицензия от хайс байтс только на робин ред мы взяли всю линейку лицензий то есть и на робин ред и на робин грин и на робин оранж и на робин белый в этом отношении мы поддерживаем плюс бритиш aquafit и бакарел экспресс который считается лидерами по большому счету производстве ингредиентов для создания кормовых баз а уже дальше как говорится продал плодородная молдавская земля не не только винограды я бы ничего лучше молдавского кукуруза кукуруза королева полей и благодарная молдавская душа какая может быть карповая рыбалка без вина да это я снова не наливает прямо на поле но это спорт смены не пьют я занимался пешеходным туризмом у нас всегда осенний поход на осенние каникулы это была могла ну на бурты яблок которые в садах лежали просто горами виноград ну про вино и вообще ничего так же недельно вырезали сейчас точно так же приезжайте в чем проблема 57 евро стоит билет на самолет два часа лету как бы разорваться в чем проблемы так мы зимой карпятников вам а вы когда летом к вам водоем мы планируем нам 15 гектар очень интересный водоем рельефный можно проводить соревнования там нету таких зон покоя нету там с одной стороны все его старых вот или а если нас окажется зоны покоя вдоль каждого сектора поэтому можно делать разместить 23 сектора по фирс и бомбить три дня это конечно нам потом конечно криковские подвалы но мы подумаем в вашем предложении приглашение официально поэтому мы рады принять вас и весь клуб и срок пишет один раз возьмем чартер будет весело подумаем потому что идея зарубежных соревнований выездных они давно у нас уже когда они проводятся на основном пока у нас есть палки есть палатки есть маты и люльки крючки у нас также есть друзья официальные спонсоры спорта к со молдове так что мы можем по крайней мере мы точно соника можно обеспечить потому что и спорты в думаю тоже не останется в стороне они тоже заинтересованы в этом по участке тем более что спорта это не сейчас спонсор нас а опытом до стены опыт бесценен и когда если не сейчас будем ждать пока постареем пенсию мы будем как он дядя коля заболел карпфишингом в прошлом году на кубке молдовы был со мной заразили человека лоджера на карантине с корон 31 декабря был здесь ловил рыбу не хотел домой ехать конечно карпфишингом заразили зачем ему елка и оливье если тепло и хорошо я сюда вот я помню что в прошлые годы когда у нас галиль чаще всего был в декабре конце декабря конец декабря это вообще африка у нас на корабля и сюда ехали с огромным удовольствием потому что там у них уже все крещенские всякие морозы там здесь здесь классно жарко очень хорошо я вам говорю я выезжал из вылетал из кишинева у нас шел мокрый снег с дождем понимаете как да и такой контраст то есть я приехал сюда здесь ребята холодно одно второе что вы холодно тут жарко она ночью немножко сегодня вообще погода просто шикарная но днем но ночь такая стандартная но тут по погоде стандартная июльская ночь в молдове что не так уже холодно не привыкать к ваням просто ты привык твою я я израильтай я мерзну меня раздал судорожно пледных я буду заканчивать назначены эти батарейки подохнут расти проблем вам большое спасибо спасибо вам спасибо что вы нашли силы кто-то вырубить все не откажусь ладно помашите всем пока пока всем пока 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 полете за на ушел вот так друг команда какая разница может помахать до концов вот у нас деньги не берут все всем кто смотрел спасибо надеемся что получится еще один стрима цикла это готовы